всем привет это обзор олега его аналогов от колен красный сегодня у меня в обзоре замечательный автомобиль от компании молкинг что это такое и откуда это у меня в общем есть такая замечательная компания молкинг она у нас появилась в апреле девятнадцатого года начала производство конструкторов как известно до производства конструкторов компания молкинг выпускала квадрокоптеры с оригинальной подсветкой в общем эти ребятки выпускают очень интересные различные технику в основном это копии лего техник либо копии вообще альтернативные автомобили но я так понял у них больше спицы по автомобилям они пускают и модернизированную технику выпускают копии оригинальных старых еще версии лего техника моторчик в общем ребята делают все что им по кайфу и делают именно свое но при этом немножко все-таки порой бывает копирует оригинальное лего по качеству конструктора я честно не знаю что именно по качеству пластика мини фигурки они не выпускают и мне кажется что молдкинг это как он типа аналог или pin 0 еще что такое что у нас здесь за автомобиль представлен это у нас легендарная toyota corolla а именно туре на а и 86 знаменитый японский автомобиль легенда японского дрифта именно с него начался такой мировой дрифт и все остальное но об этом чуть позже поговорить что это вообще откуда где это взял и почему мне это так сильно привлекло но многие мои подписчики знают что я фанат серии лего спи champions и меня также привлекают китайские аналоговые автомобили 8 или 6 столовые похожие по своей концепции на оригинальный лего спи чайминс данную штуку я увидел на озоне ссылочка кстати будет 1 в описании стоило на меньше 1000 рублей и чем же меня привлекла вот эта вся история во первых офигенная коробка ребят она потрясающая здесь имеется перфорация видите отливочка как приливается очень интересная такая перфорация здесь ну прям вот слышите нет но меня привлекло больше не это а то что у этого автомобиля свой собственный бокс плат пластиковый который идет прозрачный как идет в комплекте вот смотрите здесь представлено что у нас имеется бокс маленькая небольшая коробочка она буквально по размеру данной у нас коробки и что самое интересное у нас мы сможем потом посредстве собрать другие автомобили здесь у нас представлены другие автомобили по-моему все mazda или здесь есть какой-то nissan честно не помню пока еще не разбираюсь и прикол в том что потом это можно вот выставить вот так вот красиво в боксе то есть это целая коллекционная серия коробка невероятно ребят потрясающе она очень плотная где-то на килограмм точно весит что у нас сзади сзади у нас представлен задний вид автомобиля небольшие его внутренности вид сбоку спереди очень прикольно что они естественно хоть и китайцы там с японии рядом дружат но ушли от авторских прав то есть называли mold king a86 model car да кстати говоря данный автомобиль представлен в раскраске как видите вот таких надписей это у нас непосредственно я так понимаю они сделали по аниме сериалу манги очень популярным в японии который называется инициал ди девяносто восьмого года по моему данные аниме сериал в общем по нему они сделали именно раскрасочку то есть но раскраска по классическое бело-черное а вот именно всякие надписи все остальное по нему очень ребята по нему тащится и если не выпускают китайскую версию данном автомобиле то она обязательно по классике вот именно бело-черный из из того мультфильма почему я взял данный автомобиль потому что мне очень сильно нравится toyota e86 true yen а прям обожаю и мне очень нравится очень сильно была у меня еще одна версия это находила от компании katfi тоже очень интересно популярна компания которая выпускает всякие лего техник автомобиля вот там она была вообще полностью даже упаковка стилизована под этот сериал инициал ди в общем ребят не буду вас томить очень все прикольно очень прям надежно сделано прям очень хочется испытать все это дело что мне очень радует что здесь заводские пломбы посмотрите какой кайф просто заводские такие пломбочки черненькие тут ну просто эстетического удовольствия получаю когда вот я держу эту коробку в руках и это прям попахивает качеством хорошим аналоговым качеством не буду вас томить мы сейчас вскроем все это посмотрим что там настолько внутри интересно так давайте же вскроем очень волнительный момент потому что выглядит все максимально дорого-богато вау ух ты так у нас встречает первым делом пленочка пленочка просто так не выйдет придется немножечко вот так вот вытряхивать все очень плотно и тогда вы только найти посмотрите посмотреть как это выглядит просто но дорого-богато давайте мы снимем эту вещь я вижу уже инструкцию так аккуратненько специально пленочка который защищает у нас вот эта коробочка так инструкция обалденная инструкция маленькая в стиле лего маленькая но красочно очень радует что здесь все-таки присутствует фон как с коробки не просто белые так у нас тут сборочка ну вроде вроде все понятно пакетики не пронумерованы конечно же тысячу модельный ряд вот так у нас все будет выглядеть в конце у нас нету поэтапного сборочка этой внутри так у нас пакетики пронумерованы но непонятно зачем они пронумерованы наклеечки ребята вот такие наклеечки по-моему они на прозрачной основе или нет пока еще не понял но интересно них посмотреть возможно будут не все клеить и самое главное вот это пластиковая коробка который у нас лежит все детальки ребят ну выглядит это прям ну максимально дорого-богато очень все это сейчас интересно не знаю как я буду открывать как-то как-то вообще открывается сейчас попробую это открыть легко снимается у нас и вот такая у нас платформочка сюда нас будет ставиться наш автомобиль я не знаю крепится на эти студы или нет но посмотрим так самое интересное доставать наши пакетики с детальными первый пакет я не знаю зачем они пронумеровано потому что скорее всего придется просто все это распаковать третий пакетик четвертые много пакетиков очень много второй пятый и шестой наверно да да шестой отдельно отдельно колесики нас здесь прекрасно и вот такая вот коробочка замечательно которая специально закрыта от всего плохого чтобы ее не повредить так но интересно ребят интересно давайте еще все это соберу и посмотрим на это более внимательно итак наш автомобиль собран я хочу вам сказать что компания mold king меня очень сильно порадовала качество данного автомобиля его детализации и внешний вид но это очень достойно это достойно по-настоящему настоящего оригинального лего спид чемпионс сейчас же давайте поговорим о самом автомобиле это у нас toyota corolla truena ae86 да вот такой у него длинная название потому что это у нас скажем так японцы их японская философия это у нас сам настоящий corolla кузове хэтчбэк а также дан автомобиль выпускался и в кузове купе дан автомобиль очень не является скажем так легендарным популярным он является скажем так основоположником японского дрифта и вообще ли дрифта в целом также еще известны как хочу року хочу року с японского переводится 86 хочу 8 року 6 в общем очень интересный очень легендарный автомобиль и он очень имеет и привлекательный вид но насколько неизвестно по обзорам которые смотрел то по техническим характеристикам это не самая совершенная тачка теперь же давайте перейдем к самой конструкции но я скажу вам честно что недостатки у данного автомобиля они имеются безусловно и самое главное их недостаток это блин инструкция и пронумерованные пакетики ну инструкция в том плане что я честно вам скажу что когда собирали госпит чемпионс я кайфую от сборки правда кайфую там очень интересные конструкции очень интересно они применены но здесь возможная конструкция интересная но вот от виде по плану мировых пакетиков который есть абсолютно нафиг не нужны то есть ты берешь номер пронумерованные пакетики высыпаешь и просто ищешь потом эти маленькие черненькие и белые детальки среди большой пучин да безусловно можно их сначала асортировать но это не наш вариант то есть конечно то что у них есть пакетики пронумерованные, но в инструкции это вообще никак не делено внимания. Просто все высыпает, собирает, конечно, очень долго убивает время в сборке. Сам автомобиль. Сам автомобиль, я считаю, получился достаточно похожим. Что меня очень сильно радует, то что здесь не имеется ни один незаталенный студ. Хачуроку полностью везде заталенный. То есть тут все гладкие детали, не имеется ни одного угольника студа. Но кроме здесь, но здесь простительно, здесь у нас как бы лобовое стекло кабина открывается, и туда мы можем посадить нашего пилота. Но все просто идеально. Если вот к примеру сравнивать любую машину с Speed Champions, у нас здесь студы не закрыты, здесь студы не закрыты, здесь не закрыты студы. В этом же плане автомобиль полностью заталенный, и это очень радует. У данного автомобиля слепые фары, что очень привлекает вообще его внешний вид, но здесь они как бы у нас представлены в открытом состоянии, они здесь никак не закрываются. Но у автомобиля имеются интересные функции. Я хочу сказать, что он максимально проработан, как и в плане наклеек, так и в плане копийности. Здесь все очень интересно повторяется. Достаточно посмотреть, здесь у нас имеется выхлопная труба, и что вы думаете, это у нас такой прицепной крюк, за который цепляется автомобиль, и можно вытянуть на тросе. Вот такая у нас задняя часть автомобиля. Считаю, что скругленные его такие заостренные задние формы, они достаточно хорошо здесь переданы. Очень радует прозрачное заднее стекло. Обычно на это скажем так забивает фиг, делать либо наклейку, либо еще что-либо. Здесь же очень все хорошо передано, и вот там мы видим, что можно как бы использовать его как функцию багажника. И он даже немного открывается, и туда в действительности можно что-нибудь докинуть и вот так прикрыть. Что дальше самое интересное? Наклейки. Наклейки здесь хорошие, здесь хорошие наклейки. Они, конечно, не полностью в цвета китайского пластика, но без них автомобиль бы не выглядел то, не выглядел так, как он выглядит. То есть они полностью дополняют. Это вот эти наклейки, как я говорил, по сериалу анимешному. Здесь у нас повторители, здесь у нас впереди также имеется очень мордочка, очень симпатичная. Мне она очень нравится. Здесь, конечно, написали Speed, хотя должно быть написано Toyota, но так как Lego не официально сотрудничает, китайское Lego официально не сотрудничает с Toyota, поэтому здесь написано скорость. Вот поворотники, противотоманные фары, все просто замечательно передано. Что самое меня очень сильно радует, так это боковые зеркала. Посмотрите, как они выполнены. Они замечательно выполнены. Это детализация елки-палки такая, которую хочется иметь, потому что то, что она вот так поворачивается, что она вообще выглядит необычно. Просто смотрите, как делает Speed Champions, Lego оригинальная. Просто вот такие штучки. Они штампуют буквально в каждом наборе. Но это ни о чем. Это не повторяет оригинальный стиль автомобиля. Вот что повторяет оригинальный стиль автомобиля. По колесам. У нас имеется здесь стандартные леговские колеса. Они полностью слизанные. Я вам скажу честно, что автомобиль не так быстро ездит. То есть он ездит. Но вот эта резина, наверное, китайская, она не такая быстрая. Давайте сравним с той же Toyota Supra. Две Toyota у нас здесь представлены. Вдвоем сейчас их запустим. Ну, вы видите, что это тормозит, потому что резина такая китайская, дешевая. Что у нас по салону? Салон у нас вот так легко открывать, и мы имеем доступ с салоном. Также еще один интересный фактор. Это у нас японка. Или японка, как некоторые говорят. Япония? Япония. Япония. И она у нас должна быть правая рука. Но данная троен у нас левая рука. Почему здесь левая руль, я не знаю. Но я думаю, что я это исправлю. Давайте мы вернемся к детализации салона. Посмотрите на его проработанность. Салон в действительности очень хорошо проработан. Мне очень нравится по дизайну. Такое выдержанное коричневое. Также мы сзади видим офигенный доступ к багажному отделению. У нас можно открыть крышечкой, напомню. Очень все симпатично смотрится. А так все стандартно по классике. И что меня очень радует, что меня очень сильно радует, мы берем нашего оригинального лего-вского спиди-гонщика из серии спид чемпетс. Мы его туда сажаем. Он туда сел. Смотрите, как он офигенно держится. Во-первых, он вот так вот смотрится. Мы, он, если что, в шлеме. Я напомню, что у лего существует проблема, что в шлеме не закрываются вот эти вещи. У нас не закрывается такая кабина пилота. И что мы делаем? Я не могу попасть. Опа, попал. Я не мог попасть, но все нормально. Посмотрите, там полно места. Посмотрите, там минимум один студ. Да два студа там даже. Блин, ребят. Ребята из Лего. Посмотрите, как делают китайцы. Посмотрите, как делают китайцы, как это смотрится. Просто потрясающий вид. Ребят, ну просто, ну бомбезно. Бомбезно. Он сидит в шлеме. Да им вол сюда можно посадить. Просто великолепно. Просто великолепно. Почему так не делают? Объясните мне. Почему? В общем, за это определенно Леговцам зачет. Очень жалко, очень жалко, что у данного автомобиля нет мини-фигурки никакой. Это, наверное, тоже можно добавить в минус. Но я вам скажу честно, что меня очень странно в данном автомобиле, даже без мини-фигурки. Скажем так, вместо мини-фигурки бокс. Я считаю, что бокс круче мини-фигурки. Ну положили бы они сюда персонажей из комикса, но я не думаю, что он как-либо изменил мою коллекцию. Ну и самое главное, что было для меня максимально важно, потому что я смотрел обзоры на данный автомобиль, но как-то что-то не особо понимал. Меня радует, что данный автомобиль, он восьмистудовый. Он восьмистудовый, он полностью сопоставимый с оригинальным LEGO Speed Champions. Он невероятно оригинальный, интересный, но он восьмистудовый. И это круто. То есть мы сюда можем посадить второго пилота без проблем, и все у нас будет окей. И эта копийность, она очень радует, она очень реалистично смотрится, и сопоставимым с другими модельками можно в ряд ее поставить и любоваться. Также поговорим о наклейчиках. Мне очень понравилась такая интересная идея. Вот эта штука, это у нас наклейка. Это у нас как бы задняя стойка для хэтчбека, для куза хэтчбеков. Но здесь они применили наклейку. Конечно, можно было сделать печать, но мне кажется, она здесь смотрится вполне уместно. Вполне уместно и неплохо так сливается и симпатично смотрится. То есть можно даже подумать, что это печать. Но это, ребята, наклеечка, если что. Ну и самая главная функция данного автомобиля, я считаю, это просто превосходно, но она, к сожалению, не без косяка. У нас открывается капот, под которым у нас имеется детализация, имитация двигателя. Давайте на это посмотрим. Во-первых, капот у нас, к сожалению, открывается только вот так. Сильнее его можно только сломать, но придется это сделать. Немножечко-чуть мы его поломаем, чтобы открыть полностью его, посмотрели на имитацию данного двигателя. То есть даже капот здесь открывается, понимаете, вообще. Ну, Лего такого еще не делало. Ну, вы это видите? Вы только посмотрите на это. У нас здесь имеется, и я так понимаю, это имитация стоек, именно стоек. Сам двигатель, хоть, конечно, стойки немножко совмещены по отношению к колесам, колесной паре, но все равно просто, блин, они сделали это. Они удосужились это сделать. Это такая маленькая деталь, которая добавляет, ну, добавляет ценности этому автомобилю больше, не знаю, приколюхи, детальности. Но это потрясающе. Туго он открывается, потому что, мне кажется, вот эта штука мешает, то есть упирается, невозможно открыть. Она ей определенно мешает, вот так вот открывать полностью капот. Ну, я думаю, что я вот эту часть переделаю, потому что, во-первых, естественно, у нас автомобиль не должен быть леворуким, а будет праворуким. Ну, и что-нибудь придумаю, доделаю, чтобы капот вообще свободно открывался, можно было его вот так, то его потрясающе открыть. Но, к сожалению, пока он будет в закрытом состоянии. Так, ну и, наверное, самое главное, ради чего я купил данный-то наборчик, что меня заинтересовало, это вот эта волшебная коробочка, ребята. Это не просто коробочка, это, я считаю, произведение искусства, это шедевр, да и сам автомобиль мне очень сильно нравится, потому что, ну, эта коробка делает данный автомобиль невероятно коллекционным, потому что мы его, если что, видите, здесь такие два плейта, один на шесть, мы его ставим вот сюда, вот так, нашу Toyota, вот так закрепили, колесики, если что, так свободно крутятся, и накрываем вот такой вот крышечкой, специальной прозрачной боксом, и она у нас там стоит, и не пылится, и как это превосходно смотрится, вы только посмотрите на это, ребят. Да, здесь имеются такие грехи, но это не страшно. В любом случае, я думаю, что если бы покупали или делали бы на заказ такой бокс отдельно, он был бы в любом случае пластиковый. Ну, и самое главное, что, наверное, вас заинтересовало при просмотре именно вот этой вещи, и меня в первую очередь, поместится ли туда оригинальный леговский автомобиль Lego Speed Champions, потому что, я думаю, у многих ребят, кто коллекционирует данный автомобиль Speed Champions, они хранятся, не пойми как, ну, у меня просто на полке стоят, если что, и они пылятся, и каждый раз задумался, как его так сберечь, поставить на полочку, и смотрите, что сейчас произойдет, такое небольшое, маленькое чудо. Я вот сюда вот так поставлю, мы берем наш Aston Martin, вот так вот туда ставим, он будет, конечно, немножко падать, потому что нужно вот эти плейты отрегулировать, и вот так закрываем, и, и, тадам! Они офигенно подходят под этот бокс. Да, болтается, давайте закрепим, так вот аккуратненько поставим, прижмем, и закрываем нашим боксом. Ребят, огонь! Если это не лучшее, что придумали китайцы, то я не знаю, почему Лего так не делают, но просто как замечательно смотрится. И я думаю, вы понимаете ход моих мыслей, я буду покупать эти наборы ради вот этих боксов, потому что вот так вот замечательно закрыть любой Лего Спид Чемпионс автомобиль, я считаю, ну, это мега круто, и вообще, ну, блин, он смотрится волшебно, он смотрится волшебно в этом боксе, просто замечательно, но огонь, огонь, но я не знаю, поставлю сейчас сюда Труэну, или закрою, оставлю Айстон Мартин, но пока мы вернемся к обзору нашей Труэны. В общем, что я скажу вам, дорогие мои подписчики, по поводу данного автомобиля и компании Молд Кинг. Это превосходно, это произведение китайского искусства. Автомобиль выполнился шикарно, пластик на пятерку, пластик на пятерку, он хороший пластик, он нормальный, он, блин, он нормальный, он нормальный, собирается он легко, возможно, у меня придирки к тому, что есть по инструкции непонятки, но посмотрите на эту модель, она копийна, она оригинальна, я вообще очень давно хотел себе в коллекцию Труэну, и там был еще откат фея в Труэну, но я, наверное, не буду ее покупать, потому что, ну, зачем, у меня есть вот эта Труэна, у нее есть коробка, собственно, свой бокс, вот такой, вот такой бокс, но только для Лего Спи Чемпионс, это вообще лучшее, что можно придумать, ссылочка на него будет первой в описании, купил я его за 1000 рублей, я поймал по скидке, сейчас, по-моему, она стоит чуть дороже, там много разных таких автомобилей, я, скорее всего, для собрания своей коллекции для таких боксов буду покупать вообще безразличные какие-либо автомобили, марки, не копийные, но, ребят, это заслуженная пятерка, это заслуженная пятерка, и мне очень радостно, что я нашел автомобиль, купил его, и он у меня в коллекции. Что ж, ребята, у меня на этом все, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, вступайте в группу ВКонтакте, и группу в Телеграме, и также на Дзенканал, где мы укладываем все новинки, Лего Иваналогов, всем пока.